Асем Рамазанова – мать троих детей. Ее двухлетняя дочь Адель страдает эпилепсией. Уже после рождения начали проявляться первые симптомы. Через полгода врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. По словам матери, эпилептологи выписали препараты, которые не были зарегистрированы в Казахстане. А в условиях нынешней эпидемии доставить их в страну становится труднее. Получили мы инвалидность. Эти препараты очень дорогие. Например, на данный момент нам сейчас назначили Синактен-Депо – это гормон. И противосудорожный препарат Аспалот. Сегодня нам только назначили. Сейчас я этот препарат нашла в Москве, но не могу его оттуда привезти. Асем Рамазанова отмечает, что одна упаковка препарата Сабрил стоит 45 тысяч тенге, а Скопол – 84 тысяч тенге. А для приема одного курса лекарства Синактен-Депо необходимо как минимум 350-400 тысяч тенге. И все эти медикаменты необходимо принимать в течение длительного времени. По словам Асем, безусловно, поддержка со стороны государства имеется. Однако специалисты областного управления здравоохранения не скрывают, что порой и нелегко приобрести препараты, не зарегистрированные в Казахстане. Тем не менее, хмолинские дети, страдающие эпилепсией, полностью обеспечены лекарством Сабрил. А вот касательно Синактен-Депо запросов не поступало. В текущем году мы закупили препарат Сабрил, заключили договор на 200 упаковок. Нам неделю назад уже пришли 30 упаковок. Мы обеспечили этим препаратом Сабрил уже 14 детей, нуждающихся по всей области, в том числе по городу Кокштау, на два месяца. По итогам прошлого года обеспеченная с бесплатными лекарствами в области достигла 98,7%. В этом году за счет средств Фонда социального медстрахования планируется закупить 836 номинований лекарственных препаратов на сумму 6,6 миллиардов тенге. Имеются такие больные, которые страдают редкими заболеваниями. Это вот рассеянный склероз 163 человека, миостыния 42 человека, гемофилия 43 человека, в том числе 13 детей. Очень редкое заболевание есть мукополисахаридоз один ребенок, муковисцидоз два ребенка, фенилкетонурия 5 детей, ювенильный диапатический атрит 15 детей, булезный эпидермолиз тоже очень редкое заболевание, у нас трое детей. Все они обеспечиваются на основании приказа министра здравоохранения. В прошлом году на эти цели был выделен 1 миллиард тенге. В настоящее время по Акмолинской области бесплатными лекарствами охвачено 94 тысячи пациентов по 96 группам заболеваний. В 2021-м на 140 заболеваний планируется потратить 6,5 миллиардов тенге.